приветствую подписчиков канала разоблачено с вами журналист илья болтабаев и сегодня мы продолжаем беседы с представителем офицерского движения честь и родина алексеем климином сегодня алексей нам расскажет экономическую особенность современного этапа как бы нашего положения в россии а вот привозит идеи и пути выхода из этой ситуации ну и кроме того упомянет роль офицеров и ветеранов войн которые могут они сыграть в нынешней ситуации и так алексей ваша точка зрения по поводу современной экономической ситуации что вы думаете вот об актуальности этого момента да спасибо за возможность мы в первой части обсудили действующие силы которые сегодня столкнулись друг с другом на украинском театре военных действий и вы знаете вот это столкновение пару слов хочу сказать это столкновение все-таки напоминает сценарий 30-летней религиозной войны 1618 года почему так долго 30 лет спросят наши слушатели ответ очевиден потому что глобалистам сегодня не нужны 8 миллиардов человек на земле и надо сказать что 60 процентов прироста населения за последние 30 лет обеспечили как раз страны исламского мира и китай но вот к сожалению всем все равно вот это вот безразличие как раз приводит и заводит этот вопрос в тупик я напомню что оккультный характер первой второй и третьей мировой войны очевиден да первая мировая война началась 28 июля 1914 года вторая мировая война 1 сентября 1939 года и третья мировая война 24 февраля 2022 года сумма двухзначных цифр вот в этих трех датах равняется коду 68 и вероятность такого совпадения крайне мала это значит что нас подводят опять вот к этой ловушке которую планируют как раз вот эти глобалисты захватившие смыслы и сознание миллионов людей на земле и нам надо сегодня осознать это и выйти из этой ловушки надо готовиться действительно к тяжелым временам все только начинается и в экономике россии основные макроэкономические показатели по динамике ввп по инвестициям по занятости двигаются вниз особенно снижается сегодня предложение денег потребление энергоресурсов электроэнергии падают капитальные вложения в нашей стране динамика новых заказов стремится к нулю падает загрузка мощностей в экономике и фактически сегодня за 20 лет вот это вот этого правления отечественный производитель убит инвестиции нерентабельные и обрабатывающие отрасли загружены всего на 30 процентов износ мощностей достигает 80 процентов ну естественно снижается потребительская активность и малый бизнес умирает капитал стран из страны уходит кстати еще надо обратить внимание на взрыв каховской гэс накануне этого взрыва украине передали 66 автомобилей для армии да и 6 06 2023 года произошел вот этот взрыв на каховской гэс ну и соответственно сейчас идет затопление обширных районов на юге украины мы вернемся еще к этой тематике сегодня действительно в экономике надо менять всю макроэкономическую политику менять людей которые принимают решения и переходить вот с этой экономики трубы которую мы наблюдаем 20 с лишним лет на экономику знаний на экономику человеческого капитала на на медицину на развитие малого и среднего бизнеса и соответственно нужен дешевый кредит дешевый рубль снижение цен на гсм должна быть полная смена приоритетов в нашей стране россия сегодня на 1 доллар сырья производит менее 2 долларов добавленной стоимости вот такой показатель в сша 13 долларов на 1 доллар сырья в европе 10 долларов а в таких вот подобных россии сырьевых экономиках таких как канада норвегия австралия они производят 8 долларов добавленной стоимости на 1 доллар сырья то есть у нас сегодня фактически экономика сырьевой колонии и все что не связано с обслуживанием трубы карьера скважин различных до становится просто нерентабельным вместе с теми людьми которые заняты в этих отраслях а санкции запада сегодня отрезали наши компании от рынка капиталов и они просто не могут рефинансироваться и ведь это серьезнейший показатель поскольку частный долг а и мы это уже наблюдаем частный долг превращается в государственный бизнесмены сегодня вынуждены закрывать свои заводы поскольку продукцию продавать некому ну вот вот итог этих 20 лет и у нас сегодня три причины инфляции в стране первая причина это коэффициент импортозамещения который равен всего 30 процентов и то есть 70 процентов всех товаров которые мы видим вокруг себя это импорт но но и вторая третья причина инфляции это конечно же коррупция и монополизм которые всячески культивируются в нашей стране и это в итоге приводит к тому что в цене любого товара присутствуют дополнительные издержки и как как итог мы не конкурентно способны причина еще раз повторяю экономическая и политическая системы в нашей стране сегодня посмотрите на европу она избавляется от газовой зависимости газпрома строится спг терминалы посмотрите в польше в городе свинаус какой терминал построен по приему сжиженного газа да китаю фактически наш газ тоже не нужен китай сегодня получает газ из казахстана из туркменистана и в этой трубе кстати присутствует газ иранский поэтому мы для китая совершенно не представляем никакого стратегического интереса кроме того санкции санкции привели к тому что с российского рынка ушли нефтесервисные компании хьюз флюмберже и так далее и это уже приводит к закрытию нефтяных скважин по прогнозам более 50 процентов будет падение добычи нефти это значит массовое закрытие скважин массовые банкротства социальная напряженность но вот это вот все что мы видим я хочу сказать что в структуре национального дохода советского союза на пике цены в конце восьмидесятых годов доля нефти составляла всего три процента всего три процента сегодня в россии кроме экспортной трубы ну совершенно нет ничего промышленность вся зависит от экспортной трубы если в россию перекрывается поток нефти долларов то вся промышленность просто рухнет население сегодня озабочено удовлетворением базовых потребностей вот по пирамиде маслову если раньше люди покупали товары длительного пользования автомобили квартиры и так далее то посмотрите сегодня целые микрорайоны стоят незаселенными но все это результат управленческого дефолта вот какой выход все-таки из этого экономического в первую очередь тупика здесь конечно же надо обратить внимание и причиной всех вот этих столкновений является вот причина того что законсервированность закоренелась вот этой бретенвудской финансовой системы мировой которая была создана в сорок четвертом году в городе бретенвудсе я напомню что тогда были созданы институты четыре мировых института мвф мировой банк генеральное соглашение по тарифам и торговли которая потом была переименована в это его ну и федеральная резервная система которой придали функцию в распределении доллара не как национальной американской валюты а как общие мировой валюты вот и когда вот эта система создавалась экономика соединенных штатов было более 50 процентов от мировой сегодня картина совершенно другая экономика сша где-то 16 китая 17 18 то есть совершенно мы в другом мире уже живем но и ведь вот ущербность этой системы были попытки реформировать вот эту систему но сначала эту попытку предпринял строскан он предложил свое время на базе мвф создать центральный банк центральных банков да это вот реализация идеи строскана фактически означало бы запрет соединенным штатам печатать деньги в том количестве которое необходимо для поддержания их бюджета это практически была бы смерть для сша но как мы знаем появляется дело горничной и тема центрального банка центральных банков была закрыта строскан был арестован я хочу сказать что еще в 1976 году была создана ямайская финансовая система да был отменен золотой стандарт то есть привязка к золоту но вот эти четыре глобальные института они же работают до сих пор и навязывают всем свою политику смысл британвудской финансовой системы заключается в постоянном расширении зоны доллара и вот за счет этого расширением они могут проводить определенную эмиссию доллара то есть получать сверхприбыль и за счет этой сверхприбыли они контролируют все мировые элиты но но в 70-е годы наступает серьезнейший кризис этой системы финансовой и после чего они просто имитировали расширение доллара за счет кредитования граждан то есть стимулирование спроса и рефинансирование частного долга не это обозвали политикой рейгономики ну а потом удивительным образом распадается советский союз и расширяется зона доллара на всю территорию социалистического лагеря но но это же делалось намеренно это же делалось по определенным лекалам в двухтысячном в двухтысячных годах наступает очередной кризис вот этой ущербной британвудской финансовой системы и тогда что финансисты придумывают они придумывают они понижают ставку то есть стоимость кредита которые опускают до нуля в 2008 году в 2008 году очередная волна кризиса тогда они придумывают совершенно последний ресурс то есть печатают доллар за счет изменения денежной массы мировой так вот в процессе снижения ставки доля кредитных денег в экономике так называемый кредитный мультипликатор была гораздо больше наличных сегодня доля наличных стала гораздо больше чем кредитных и поэтому они отказались после 2008 года от вот этих программ количественного смягчения ку-ку-ку они это эти программы обзывали и вот после этого как раз начались глобальные проблемы в экономике всего мира и россия это испытывает до сих пор но частный спрос стал за счет этого резко падать пузырь на фондовых рынках до сих пор рушится а значит идет падение стоимости активов но а пассивы никуда не деваются это значит массовые банкротства которые сегодня начались массовые расследования мы это видим все вот по этой причине банкирам то есть мировым финансистам и нужен форс-мажор это писать свои финансовые обязательства а самым простым способом списания выступает всегда война но война друзья мои это продолжение политики политика это концентрированное выражение экономики экономика это то что кормит тело а политика это вопрос власти в формулировке кто враг продолжением политики насильственными средствами против своих врагов выступает как раз война я я это вижу и многие это видят что украина это только первый этап перед глобальной мировой войной это только первый отборочный тур перед предстоящей схваткой да и здесь конечно в этом контексте мне пару слов хочется сказать про азиатский способ ведения хозяйства про азиатский цикл накопления капиталов многих сейчас эта тема интересует в своих трудах хочется понять алексей насколько это актуально для россии можно ли это в наших условиях реализовать и стоит ли вообще пробовать вы знаете процесс уже начался внедрение вот этого азиатского а по-русски сказать административно командного способа ведения хозяйства посмотрите на законодательство которое ужесточается посмотрите на те значит немыслимое количество законов которые принимаются в государственной думе все это в итоге приведет к тому что будет осуществлен переход от капиталистического цикла накопления капитала к азиатскому основанному как раз на административном командном способе производства сегодня фактически завершается эпоха родившегося на западе индустриального общества расширенного воспроизводства капитала которая уперлась в пределы роста по с одной стороны по природным ресурсам с другой стороны по экологии я хочу сказать что в китае китае с 12 века еще существовала двухконтурная схема финансирования экономики то есть с одной стороны для финансирования плановых общественных работ это огромные сооружения там мощные дамбы каналы и прочее государство применяла бумажные деньги они их называли фаби а оплата потребительских товаров на рынке осуществлялась в контуре металлической монеты юаньбао так называемая так вот в контуре монеты существовала инфляция связана с порчей монеты при этом на рынке существовали меняльные конторы мы еще о менялах отдельно поговорим меняльные конторы бумажных денег на монету государство изымало бумажные деньги из обращения на рынке товаров а в 13 веке после покорения чингисханом китая единое государство они его назвали иго распространила вот эти вот государственные бумажные деньги на всю территорию великой орды от тихого океана до каспия так вот на западе же бумажные деньги появились только в конце 17 века в шотландии и ньютон исак ньютон будущий управляющим монетным двором в начале 18 века только провел денежную реформу сделав платежи по кредиту не по весу монет здесь надо подчеркнуть да а по номиналу денежных средств то есть тем самым он загнал обязательства по кредиту в государственный долг где внешним кредитором выступала голландия а это венецианские купцы всем известные да современные финансисты современный финн интерн который сегодня творит ужас на украинском театре военных действий в итоге неограниченный кредит в англии привел к значительному росту ее экономики и благосостоянию страны так вот исак ньютон в то время который возглавлял приорат сиона то есть он был главным масоном мировым да он очень плотно занимался также вопросами эскатологии то есть изучал конец времен да он четко предсказал дату начала первой второй мировых войн также он обозначил примерную дату основания израиля до через 50 лет после сионистского конгресса в базале ну и говорил о неизбежности третьей мировой войны как третьей части жертвоприношения перед битвой конца но правда четко не мог определить не обозначил даты начала третьей мировой войны как мы видим она уже началась и ньютон именно ньютон рассчитал математические уровни риска кредитных операций и заложил основу сначала для голландского затем для британского ну и после этого уже американского цикла накопления капиталов ньютоновская наука заложила картину мира где действуют массы и силы которые уравновешиваются балансами противовесами вот этот капиталистический способ производства который уже закончился но существует друзья мои еще и азиатский способ производства при котором наращивание богатств происходит не капиталистическим то есть прибавочно стоимостным да а азиатским то есть административно командным способом и в этом случае капитализация времени осуществляется уже не за счет длительности то есть судного процента вот этого нефтедоллара а за счет временных циклов то есть порядка следования событий а это уже обменный курс это уже как раз территория менял так называемых я хочу сказать что китайцы никогда не рассматривают время как линейный процесс у них время делится на 12 циклов 12 циклов каждому из которых соответствует определенный дракон своего цвета да и азиатский способ производства был впервые применен и в советском союзе и в китае и мы помним что в 70-е как раз годы прошлого столетия экономика ссср значительно начала опережать капиталистическую систему соединенных штатов америки но первый спутник мы это все помним первый космонавт первая царь бомба до ракеты там перекрытие енисея балет и прочее прочее как в этой песне поется действительно было опережение и это положительный опыт страны так вот тогда именно тогда в 70-е годы запад в лице киссингера разыграл вот эту китайскую карту в свою пользу что они сделали китай чтобы стать отдельным от советского союза центром силы согласись согласился войти в мировой рынок с расчетами за свои товары и за свои ресурсы в бумажных долларах вот что произошло и это самое главное и первая причина разрушения советского союза второй же причиной является то что мечту в свое время превратили просто в материальное потребительство вот но сегодня вот в 23 году мы видим это все экономика китая сохранила черты именно азиатского способа производства с двухконтурным финансированием как раз вот этих крупных проектов вот как бы вкратце то куда движется мир с точки зрения экономики ну и здесь я еще вот в этом контексте продолжаю вот эту тематику которая надо обязательно разобраться надо сказать о тех путях выхода из ловушки которые есть у россии а для того чтобы понять все таки куда россия пойдет да необходимо проанализировать те силы которые пришли к власти в китае это треугольник китай россия сша еще в конце 2013 года состоялся третий плен пленум цк кпк где было объявлено о реформах то есть переход с гуандунской модели это либеральный рынок на чунцинскую модель это госрегулирование то есть вот как раз к этому азиатскому способу ведения хозяйства то есть в итоге по-русски это можно сказать переход к сугубо китайскому национал социализму с китайской спецификой как они говорят и вот после анализа всех тех событий которые произошли за последний год полтора можно четко и недвусмысленно сделать вывод что у китая сегодня есть реальная возможность объединения соединенными штатами для решения общих проблем в условиях сжатия мировых рынков путем чего путем они идут по по простому пути путем раздела ресурсов россии и стран снг и превращение мира в зону влияния большой двойки это идея g2 бжезинского вот после прошедшего в китае в октябре прошлого года 20 съезда компартии было заявлено о двуполярном мире где есть только 200 державы китай и сша но россии исламского мира в этой конструкции по их мнению нет и не должно существовать вот это в октябре было прошлого года а через месяц в ноябре 2022 года во время семнадцатого саммита большой двадцатки на острове бали в финзенпин и байден встретились и окончательно оформили вот эту оформили идею g2 по разделу мира на зоны влияния двух сверхдержав но вот это и есть друзья мои решение по разделу россии россии которая в последние годы пячески пыталась поднять свой статус в мире и недавно вот китай предложил свои 12 пунктов по миру на украинском театре военных действий смысл этих пунктов заключается в том что китай посылает западу сигнал что хочет получить свою долю по итогам этого кровопролития а это доля над это наша русская сибирь но новым примерки примером китая который сменил комсомольца рыночника лика циана стал ставленник синьцзинпиня бывший секретарь компартии шанхая ли циан который в свое время держал 26 миллионный мегаполис шанхай под тотальным контролем во времена вот этого вирусного значит противостояния так называемого но люди выбрасывались из окон умирали от голода но тем не менее ли циан остановил в итоге экономику шанхая но так вот если этому ли циану прикажут убить всех воробьев в китае он незамедлительно это сделает таким образом тренировка по замедлению и остановке экономики на отдельно взятом городе шанхай прошла успешно осталось реализовать вот этот механизм в рамках всей планеты вот так планируют глобалисты но министром обороны китая назначен генерал лишь анфу ракетчик который отличился в обходе американских санкций при поставке оружия в россию и в итоге сам попал под санкции но 12 секретарь цк кпк сельцинпинь по национальности ханец а основой династии хань всегда был патернализм то есть жесткий контроль государства над человеком с его азиатским способом управления хозяйством вот вот это вот все что мы видим так вот курс взят на агрессивную внешнюю политику колоссальная китайская армия в размере 4 миллионов солдат китай фактически уже вмешался в украинский конфликт и мы будем наблюдать к чему это приведет вот этот прошедший недавно саммит в городе сиань саммит китай средняя азия да друзья но это это же в итоге итог этого саммита это развал о дкб 5 советских республик переходят уже под крыло китая вот намек какой делает китай в очередной раз нашей стране сиань это древняя столица империи там от слова величественный и связана с императором тай цзуном 627 год это эпоха коричневого дракона а мы знаем с кем и с чем был связан коричневый цвет в тридцатые годы в германии и наша задача друзья мои нельзя этого больше допустить и китайские поставки могут серьезно изменить сегодняшний позиционный фронт который сложился на украинском театре военных действий ведь аналогичная совершенно аналогичная ситуация была во время первой мировой войны когда германия в соответствии с планом шлиффена пыталась наступать на париж через бельгию но тогда вмешивается великобритания и план шлиффена в итоге значит рухнул его реализация в итоге война превратилась тогда в позиционную или ее называют еще окопной войной без существенного изменения линии фронта что привело к миллионным жертвам среди солдат и в итоге свержению кайзера но я молодежь германии была уничтожена в ходе этой позиционной войны вот это вот эту ситуацию ведь подробно описал писатель ремарк в своем романе на западном фронте без перемен он показал невыносимость жизни солдат в условиях как раз позиционной войны критически описал немецкое командование и из-за этого спустя годы он подвергся унижению со стороны нацистов они его обзывали крамером но фамилия наоборот но это же все было так вот сценарий как раз повторяется сегодня позиционная война сегодня приведет к уничтожению мужского населения враждующих стран к обнулению их экономического и промышленного потенциала но вот в какую ловушку попали славянские страны как говорил гарри труман а это байден сегодняшний байден это полная аналогия гарри трумана президента сша он говорил что если будет побеждать германия мы будем помогать советскому союзу если будет побеждать советский союз мы будем помогать германии но но почему этот опыт не изучает одно можно сегодня сказать однозначно китай целью китая является потерпевшее поражение и сохранившая военный экономический потенциал россия потерпевшая поражение и настроенная на реванш такой некий вот такой цепной пес на коротком поводке у китая который которого он может натравливать на европу на сша а в это время сам китай может резко нарастить свой потенциал и в итоге поглотить россию ну целью китая является сегодня россия как вассал это источник его сырья и ослабленная европа благодаря вот этой бойне на украинском театре военных действий и кстати китайцы уже построили железную дорогу из греции до берлина чтобы снабжать вот этими своими товарами некачественными тапочки тряпочки там и так далее платочки всю европу в рамках проекта так называемого как они говорят нового шелкового пути 21 века вот все что мы имеем закономерный конечно вопрос наверное философский да а может быть мы можем получить на него конкретный ответ как выйти из этого тупика сейчас многих интересует ответ на этот вопрос что делать внутри россии в первую очередь давайте начнем с экономики но в россии сегодня конечно же надо построить экономику шестого технологического уклада я хочу сказать что российская империя рухнула потому что не могла быстро перейти на третий технологический уклад это электродвигатели уголь но советский союз вот здесь надо отдать должное да ему за первые две пятилетки создал экономику четвертого технологического уклада это нефт и двигатель двигатель внутреннего сгорания радиосвязь космос но в итоге советский союз надорвался потому что не смог быстро перейти на пятый технологический уклад на который переходил тогда весь мир это электроника телекоммуникации так вот сегодня весь мир уже весь мир усиленно и быстрыми темпами переходит на шестой технологический уклад это роботы биотехнологии новые технологии управления обществом поэтому вот здесь вот экономистам надо продумать вот этот алгоритм значит но чтобы реализовать опять-таки эту экономическую программу а экономика всегда была служанкой политики здесь необходимо все-таки разобраться с кем россия сегодня вот с кем сегодня россия ну у россии три пути есть на самом деле из этого выхода это реализация проекта новая хазария вот этим занимаются либералы символом является точка свободные рынки свободное общество индивидуализм потребление безудержное и так далее второй путь это третий рим этим занимаются правые 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 садукеи имперцы лирикалы ну естественно здесь с политической точки зрения это такой поход поход нового олега отмстить неразумным хазаром ну и третий путь это левая идея это проект новой орды 2.0 или сссср 2.0 это вот как раз китайский датун этим занимаются левые шелковый путь 21 века и так далее 64 пункта великой ессы этика 5 выше здесь вот целый каламбур так вот все эти три проекта ведут глобальные игроки и они определяют свои способы получения прибыли из ничего какие-то это способы вот строители нового вавилона или новой хазарии это процентчики это вот как раз бреттенвудская финансовая система о которой мы сказали в начале это нефтедоллар да это проценты вот это вот судный процент да второй путь союз с европой это оценщики они всегда занимались индульгенцией гудвиллом антикварной недвижимостью и кстати ставленниками этой силы является как раз польша и литва которые как раз и организовали первый евромайдан на украине вот удивительным образом александр григорович очень часто критикуют как раз польшу и литву неоднократно его значит адепты призывали нанести тактический ядерный удар а именно по польши и литве с территории белоруссии это тоже надо учитывать какому лагерю александр григорьевич относится ну и третье третья сила это менялы менялы которым нужны валютные зоны и гармония между ними вот за счет этих валютных курсов они будут получать сверхприбыль и обогащаться одновременно будет обнищение населения в этих странах кстати вот если говорить о третьей силе то ставленниками этой силы на украине является олигарх коломойский он как раз строит такую вот небесный иерусалим от харькова до одессы в столице днепропетровский много лет назад еще был такой деятель игорь беркут который опубликовал проект небесного иерусалима на территории современной украины и вот сегодня мы вот видим все видим как этот проект реализовывается был опубликован список руководителей этого нового государства небесный иерусалим в котором присутствуют всем известные личности допустим соловьев он должен занять пост министра пропаганды в этой стране яков кедми который неоднократно в прямом эфире призывал россию нанести не тактический а стратегический ядерный удар по украине вот его пророчат в руководители спецслужб этого нового государства ну и сатановский который неоднократно говорил что есть некий план есть задачи которые надо выполнять какой план какие задачи ну кто должен это выполнять вот он будет председателем парламента этого государства и так далее теперь что делать конкретно значит в экономике в целом если это интересно я вот хочу обозначить дорожную карту да у нас как бы мы много лет уже говорим об об этой проблематике не вчера появились наши мысли мы вот разработали такую дорожную карту выхода из экономического кризиса и запуска новой индустриализации которая назрела в нашей стране я вот хотел бы обозначить эти 13 пунктов так вот первый пункт который необходимо решить это смена все-таки политической модели в стране главный основной вопрос это решить вопрос о собственности на средства производства целью является не та цель которую сатановский там говорит что там есть какие-то цели вы русские решаете эти задачи которые они поставили мы будем ставить свои цели и нашей целью является смена вот этой олигархической системы на социально ориентированное государство свободных предпринимателей а не монополистов как сегодня второе национализировать нефтегазовые и сырьевые доходы в нашей стране третье ставить два банка и национализировать центральный банк изменить закон о центральном банке чтобы он проводил собственную миссию то есть собственную денежную политику и деньги должны идти в первую очередь на финансирование промышленности ну и не будет в этом случае никакой инфляции о которой нам говорят там эксперты великие четвертое закрыть границы в конце концов это более десяти тысяч километров границы сегодня похожи на сито кто захотел пришел кто захотел ушел это к этому надо наводить конец и ограничить бесконтрольный вывоз капитала запретить банкам выдавать лицензии на вывоз валюты и все внешние торговые операции должны быть под госконтролем вот этого государственного банка пятое девшеризация поставить принять закон если в течение одного месяца олигархи не перерегистрируют свои предприятия в россии и не заплатят налоги за последние 20 лет все конфисковывать в пользу государства этот это болезненный как бы момент но всего сложившейся внешней обстановки это сделать сегодня необходимо и запретить этим олигархам дробить свои компании на дочки и регистрировать их каких-то офшорах чтобы уходить от налогов шестое реформа судейской системы посмотрите какое разочарование у миллионов россиян судебной системе выборность судей депутатов с правом их отзыва суды москвы должны сегодня финансироваться из федерального бюджета они из бюджета города москвы это по крайней мере сделать их независимыми и принять вот этот закон о котором все говорят три возвращенных дела из вышестоящих судов и судью лишать своего статуса навсегда но седьмое власть местному самоуправлению по аналогии с земствами александра второго 1864 год но есть серьезная практика давайте поднимем и поднимем эту практику и реализуем на деле ее ну восьмое налоги должны собираться и использоваться по месту производства девятое за коррупцию полная конфискация имущества самое главное чтобы в цене наших товаров не присутствовала вот эта дополнительная издержка то есть в итоге цена товара нашего повышается и мы не можем торговать с другими странами но вот надо решать вопрос о коррупции 10 сокращение бюрократического аппарата госслужащие сегодня не должны получать чем квалифицированный больше чем квалифицированный рабочий но это же назрело уже давно 11 запрет банкам играть на бирже средствами предприятия и производства и запретить банкам выдавать кредиты и займы в валюте и расчет это тоже вынужденная мера все расчеты внутри нашей страны только в рублях 12 дедоларизация экономики обязать экспортеров продавать всю валютную выручку государству и запретить временно временно тоже вынужденный шаг связи с внешней обстановкой посмотрите что сейчас будет происходить запретить обращение любой валюты внутри нашей страны ну и тринадцатый самый главный пункт это разработать алгоритм принудительного изменения плановой себестоимости всех госкорпораций России это концепция есть у нас у нас определенная да это приведет в итоге к снижению тарифов госмонополий к повышению прибыли и снижению цен на все вот тарифы коммерческого коммерческих банков если мы реализуем этот алгоритм будут снижены до одного процента годовых и деньги пойдут не на фондовый валютный рынок как сегодня а в реальную производственную сферу вот это приведет как раз к индустриализации о которой многие говорят межотраслевой конкуренции вот как бы наша экономическая программа я думаю что реализация ее позволит россии все-таки чувствовать себя уверенно в мировом масштабе ну вот а какова роль все-таки военнослужащих ветеранов воин во всей этой ситуации они как-то могут повлиять на сложившуюся обстановку именно они и только они станут новым гегемоном который не просто повлияет на сложившуюся ситуацию а сделает россию привлекательной ведь многие говорят что такое привлекательность как вы это все сможете сформулировать да один показатель один показатель это рождаемость превышает смертность все это уже страна становится привлекательной посмотрите на российскую империю до 1917 года рождаемость превышала смертность на 3 миллиона человек в год в год вот представляете какой потенциал людской был и люди стремились ехать стремились рожать детей по 5 6 7 детей в семье это было норм но и свое хозяйство вели и сами себя обеспечивали и были стояли на ногах они так как сегодня ползают по помойкам и ищут как говорится продукты поэтому военные обязательно должны в этот процесс вмешаться и стать лидерами вот этих новых изменений заключение я хотел бы еще сказать о том что не будем конечно мы забывать об обложке журнала экономист на 2023 год где изображен циферблат циферблат и на цифре 9 а это сентябрь октябрь до изображены точки похожие на применение сверхоружия вот так планируют глобалисты да они это декларируют заранее также не будем забывать о четырех всадниках апокалипсиса всадник на белом коне это белые одежды это болезни это вот этот бананофикус которым они кошмарили мир на протяжении двух лет но всадник на рыжем коне это война раздор кто из российских политиков любил позировать на рыжем коне и к чему сегодня это все позирование привело но садик на черном или на вороном коне это голод это то что они сегодня планируют я так понимаю и всадник на бледном коне это смерть и здесь нам не надо доказывать с пеной урта что жизнь это лишь очередь за смертью и что некоторые в этой очереди ведут себя слишком активно чушь это все и не будем поддаваться на эти иллюзии глобальным игрокам сегодня необходима длительная война которая приведет к остановке мировой экономики замедлению логистических цепочек к такфляции при которой цены на товары и продукты растут одновременно с резким обнищанием населения ведь ведь это очень серьезно для экономик индии и китая поскольку цены на продукты для бедного населения резко вырастут и в итоге это усилит социальное напряжение в этих странах но да и по всему миру одновременно с этими событиями на днях парламент японии принял беспрецедентный военный бюджет на 2023 год в размере 51 миллиард долларов в двадцать втором году у них был был бюджет 47 миллиардов долларов япония усиленно милитаризируется все чаще звучат разговоры о курильских островах и все это идет к тому что будет открыт второй фронт на тихом океане поэтому китаю сегодня здесь я хочу еще раз подчеркнуть выгодно усиливать россию против запада на европейском направлении чтобы полноценно противостоять японии сша тайванию и альянсу а укус мы находимся сегодня друзья мои только на начальном этапе вот этой широкомасштабной третьей мировой войны и недаром несколько дней назад был поспешно принят закон об электронных повестках пока под который попадают 27 миллионов мужчин россии принят закон об эвакуации до 2029 года я так понимаю по всей видимости это год окончания вот этого кошмара так они пытаются планировать вот это пусть это будет первым риторическим вопросом для наших слушателей и пусть каждый из них ответит на этот вопрос кстати ричард мур глава ми-6 бывший посол великобритании в турции является кавалером ордена святого архангела михаила и георгия а кто такой архангел михаил это покровитель киева почему никто об этом не говорит почему колдун вайна со своим нооскопом молчит по этому поводу или ему нечего сказать или нооскопу все равно ну вот это второй пусть будет риторическим вопросом для разминки так сказать для наших слушателей еще надо отметить что белоруссия в одностороннем порядке вышла из безъядерного статуса в марте прошлого года возможен ли ядерный удар с территории белоруссии по странам нато формально ответ удар по россии в этом случае невозможен вот это пусть будет третьим риторическим вопросом для наших слушателей к сожалению друзья мои военные оказались вот в этих колебательных движениях разменной монетой военные сегодня подвержены унижению и обструкции как в девяносто первом году и это совершенно неприемлемо но именно военные будут новым гигионом который предотвратит распад нашей страны наш дальний восток всегда будет нашим мы никому не отдадим наши земли на дальнем востоке и айгунский циньзянский договора 1858 года по границам реки амур они до сих пор действуют и будут действовать и мы никому не дадим их денонсировать благовещенск хабаровский владивосток это наши русские города и не по мы не позволим называть их другими названиями на китайском языке россия друзья мои еще раз повторяю это распорка между западом и востоком это особая территория ледяная пустыня по которой бродит лихой человек с топором так однажды сказал наш великий политик константин победоносцев и мы не дадим объединиться западу и востоку ведь русские сегодня надо сказать что смертность превышает рождаемость уже на полмиллиона человек ежегодно ну а 21 апреля 2023 года миллионы гастробайтеров оккупируют жилые кварталы кварталы вокруг центральной мечети города москвы и не дают спать нашим москвичам но русские сегодня не могут устроиться на работу и вынуждены ползать по помойкам в то время как мощными темпами идет замещение коренного населения нашей страны сколько можно это терпеть сегодня россии нужен свой шарль дегой свой мустафа кемаля татюр свой полковник штауфенберг свой генерал лебедь поэтому не надо допускать развала нашей страны и пусть военные в конце концов придут и порядок наведут и поэтому не боимся не боимся держим строй держим порох сухим вместе обязательно победим и пусть реализуется вот эти вот предсказания нашего русского поэта и нашего русского певца игоря талькова который однажды спел такую песню вернусь в страну не дураков а гениев спасибо алексей и вот все таки вопрос заключения военные что вы имеете ввиду кватьков от раковский и про какую силу вы говорите они же тоже сейчас не представляют собой какую-то единую силу разрозненные наверняка есть предатели в их рядах я говорю о нашем символе генерале лебеди которому который неоднократно формулировал такую формулу что война не нужна нужна гармония гармония между социальными слоями и это откроет путь к творчеству в нашем обществе поэтому надо выходить из этой военной ловушки и уходи уходить из этого самоуничтожения славянского этноса и в первую очередь надо обратить внимание на положительный опыт нашего генерала генерала полковника леонида григорьевича и вашова который за месяц за это до этих событий предсказал опубликовал свое решение за за которым стояли тысячи отставных военных многие не поддержали и вот мы видим которые не поддержали сейчас что-то там говорят и кричат и визжат из-за угла пытаются там как-то чего-то нагнетать обстановку все это нагнетание это очередные пятиминутки ненависти друг другу прекращать надо эту ненависть и строить все-таки общество социальной гармонии социального продвижения и значит самосовершенствования вот как бы основной тезис я думаю вокруг этого тезиса объединяться те настоящие военные настоящие военные которые понимают что происходит понимают что они являются действительно разменной монетой и их не надо убеждать что значит что где-то что-то там враги они все прекрасно понимают у нас народ умный наш народ разберется и я уверен что военные будет авангардом нашего общества нашего великого русского народа спасибо большое алексей спасибо всего доброго спасибо всего доброго и и и